Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков об итальянской карьере Эльдора Шамуродова. Не так давно на фейсбуке Дженуа начались обсуждения, кого считать лучшим игроком года в этой команде. Ну и, в общем-то, здесь высказываются разные мнения, кто-то хвалит Деэстро, очень многие, кстати, хвалят здесь Баделя, центрального полузащитника из Хорватии, но есть и те, кто говорит о том, что Шамуродов является лучшим игроком сезона. Ну что ж, давайте сейчас переведем самые интересные комментарии, так скажем, в поддержку Шамуродова и вообще обсуждение того, насколько он был хорош в этом сезоне и можно ли считать его лучшим футболистом. Я зашел, собственно говоря, в фейсбук Дженуа и собрал тут самые интересные комментарии касательно Эльдора и касательно того, можно ли считать его лучшим игроком Дженуа в этом году. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну а сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод КАЛУДСКИЙ24, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Франческо Марино написал, лучшие футболисты по качеству игры – это Бадель, Шамуродов и Стротман. Все трое новички. Так что стоит отдать должное нашему менеджменту, они удачно усилились в условиях недостатка средств. Ну, денег у Дженуа не так много, поэтому многие изначально переживали, что за Шамуродова отдали 7 миллионов евро. Казалось бы, небольшая сумма, но даже эти деньги сейчас для Дженуа являются очень серьезной суммой. Ну и в результате, как мы видим, большинство таких значимых подписаний на данный момент сыграли в плюс для Дженуа. Плюс к этому хотелось бы отметить, что и Дестро, ну, можно сказать, тоже новичок. Он пришел по ходу прошлого сезона, поэтому в целом люди, которые отвечают за трансферы в генуэзском клубе, они стараются спасти команду. Кристина Де Стефано написала, «Мне очень понравилось, как играл Перин. Да, у него было много ошибок, но было много ярких сейвов». Ну, Перин — это галкипер Дженуа. «Но он вратарь, а из полевых мне сложно выбрать лучшего. Возможно, выделю Шамуродова, но только потому, что он смог преобразиться в конце сезона и превратился из разочарования в игрока открытия». Ну что ж, приятно, что так высоко оценивают Шамуродова. Ну и касательно того, что изначально он не впечатлял, а вот под конец сезона разыгрался, тут не поспоришь, в концовке чемпионата он начал забивать и забивать стабильно. Тина Леоне написала в ответ, «Мы говорим о лучшем игроке всего сезона, а вы хвалите футболиста за то, что он хорошо отыграл несколько матчей в концовке чемпионата. Определяющим для Шамуродова станет следующий сезон». Ну, здесь не поспоришь. Следующий год, если Шамуродов будет стабильно основным игроком команды, для него станет определяющим. Алиандро Матони. В этом году не было одного лучшего игрока. Все футболисты были нестабильны. Дестро гениально играл в середине сезона и был признан лучшим игроком января. Шамуродов был великолепен в конце чемпионата, но провалил первый круг. А в начале сезона и выделить толком некого. Ну, в начале сезона в Дженуа, в принципе, был бардак. Команда играла плохо. Но потом, в том числе и после того, как Шамуродов начал появляться в основном составе, команда потихонечку выбралась из низов турнирной таблицы. Луиджи Монарио написал, «Сейчас на эмоциях я бы назвал лучшим Шамуродова». Но это не совсем честно. Он заявил о себе в концовке сезона, забив много мячей. Сейчас он на слуху. Но если вспомнить первую часть чемпионата, то Амон играл слабо. Если говорить обо всем чемпионате, то я бы выделил Баделя, настоящий хозяин в центре поля. Ну, Бадель хорош, без вопросов. Ну, а касательно того, что Шамуродов играл слабо, я не согласен. Ему поначалу не давали шанс себя проявить. А как только он стал более-менее ведущим игроком, так и понесли забитые мячи. Микарьелло Николас. Лучший защитник Каишито. Лучший хавбек Бадель. Лучший нападающий Шамуродов. Каждый из них был полезен в своей работе. Но тут не поспоешь у каждого свои функции. Марко Дибьелло. Мне интересно, люди, которые называют Шамуродова лучшим, они правда из Генуи? Или это соотечественники Шамуродова, взявшие себе итальянские ники? Ну, я не думаю, что все так обстоит. Я думаю, что многие итальянцы, особенно под впечатлением от забитых мячей Шамуродова, в концовке сезона пропитались к нему уважением и в том числе начали, ну, так скажем, поддерживать его своими комментариями. Поэтому здесь итальянцы заряд думают, что только узбеки болеют за Шамуродова. Многие итальянцы тоже ценят этого нападающего. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.